МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации Толерадоя компании Гомель. У студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Перспективная молодь. Сегодня у Гомеля проходит день резервиста для студентов, которые находятся в резерве кадров Аблвы Конкама. Лядовое шоу у Гомеля. Коллектив с дюшар номер один рыхтует спектакль про няню-чаровницу Мэры Поппинс. Цвет фантазии на шкле. У Центральной городской библиотеки имя Герцена открылась выстава «Витражоу». А зараз об этом иншим больше подробязна. Сегодня у Гомеля прошел областный день резервиста. Его удельниками стали студенты старейших курсов высшейших научных установ региона, которые включены в перспективный кадровый резерв Аблвы Конкама. Чему и как вучать будущих руководителей, поцекавился Олег Синцерову. Их 33 студенты, которые после закончения ВНУ будут претендовать на посаду руководителей разных уровней. Практика создания перспективного кадрового резерва на Гомель не существует с 2010 года. За этот год часть резервистов пеших составов уже заняла руководителей в разных организациях. У выгоды для того, чтобы трапить в ответный список, необходимо проявить себя еще на пеших курсах научной установы. Немаловажно, что тот человек, который будет находиться в этом резерве, должен обладать лидерскими качествами, организаторскими качествами, активно участвовать в мероприятиях, конференциях, быть активным по сути и в учебе, и именно в работе. В сегодняшней программе Дня резервистов со встречи с представителями Аброгенкама и областного совета депутатов и выступления психолога. А про это резервистам пропоновано обмерзнуть питания, за какими они могут сутокнуться на кировочной посаде, как заховать лидерство, деловый этикет и 9 основных правил, поводенных к кировникам. Кадровый резерв помогает, совершенствует свои навыки, лидерство, навыки управления, навыки выступления на аудиторию, помогает саморазвиваться в сфере управленческой. Когда в первой половине дня головным членом теоретичной занятки, то в другой практикум, причем наведывание предприемства, мела на увазе одразу некакие задачи, начинаючи с самой элементарной – знаемства с утворчестью. Потенциальный кировник повинен быть у Себакова развитым человеком. С этой нагодой для резервистов организовали экскурсию на акцию «Нернет-Вестоком-7 марш». Как выяснилось, будучи юристом, наставником медики об работе реального сектора экономики, и ведают не вельми шмат. Ясчет нам это – ознайомление с практикой работы с конкретными людьми. Непосредственно на Гамсельмаши молодой специалист может претендовать на кировичную посаду уже в неделю 2-3 годы, но для этого недосадково иметь только ответную квалификацию. После завершения дня резервиста, его дельники скажут, что находление в перспективном резерве кадров Гомельского Абра-Уганкама – это максимальность не только профессионального роста, но и самоудосконаливания. «Это уникальная возможность познакомиться с системой вертикали власти. Это уникальная возможность увидеть весь аппарат административный воочию, хотя в частности это исполнительная власть. Лидер – это в первую очередь лицо, которое постоянно совершенствуется. Это не только высокоинтеллектуальное лицо, не только высокоэрудированное лицо, это лицо, постоянно совершенствующееся. Это лицо, которое вышло из народа и работает для народа». Комитет державного контроля Гомельской области проводит черговую промую телефонную линию. Звернуться по проблемных пытаниях, связанных с работой живелогадовчих объектов, жахары региона смогут с 22-го Снежня. Промая линия будет работать с 12 до 13 годин. Номер телефона в Гомеле – 23 83 73. Специалисты держконтролю уважливо выучать кожный зворот и конструктивную пропонову. После чего будут дать надповедные рекомендации. У Гомельской области комиссии по осаденниче незанятости насельництва накеровали на працу латкованне с червеня бегучих агода больше, как 200 человек. У Вогуле за допомогой у тымлику правовой, консультатывной и методичной звернулася каля 600 жахару региона. Дареча, зараз у региональным банку вакансий наличивается 10 с половой тысяч пропонов. Запотрабованы водители автомобилей, специалисты будовничея, гандлёва и сельско-господарчая галины. Так само необходные квалификованные медицинские работники. Нагадаем, при необходности беспрационные могут пройти навучание альбо повышение квалификации. Для этого необходимость вернуться в Комитет по праце занятостей и социальной обороны. Гомельская городская организация БРСМ подвела сёння выники прационного семестра 2018 и назвала «Левших волонтёров года». Сёлитогородский штаб студентских отрадов праца уладковал свыше трёх тысяч молодых людей. Им доверили отказную працу на таких буйных предприемствах областного центра, как Гомель-Прамбуд, Гомель-Дреу, Белпродукт, Брылёва, Камбинат Усходы и иншие. До того же студенты с Гомеля принимали удел в будовнестве атомной электростанции у Гродзинской области. А так само выезжали на працу в Краснодарский край и Московскую область. Этим летом мой трудовой семестр начался со стройки областной больницы детской. У нас было 12 человек. После этого мы поехали ещё на строительство атомной электростанции. И я рад, что мы внесли большой вклад в строительство таких значимых объектов для Беларуси. Самый лучший индикатор и оценка нашей работы – это отзывы нанимателей. Потому что ни одного плохого отзыва за время работы не было получено. И это, вы знаете, действительно гарантия того, что ребята в следующем году получат свои рабочие места. Для клопотливой мати самое главное – здоровье ее детяти. А как быть упевненным, что с детьми усе в парадку, нужно регулярно проходить основные обследования. На передо дни Нового года до помощи этим вырошили областная организация Белой Руси и медицинский центр Гомеля. За проведением незвычайной и вельми актуальной акции сочили наши корреспонденты. Для зручности батьков и детей акцию провели в выходный день. У один из медцентров Гомеля запросили 40 гомельских першоклассников. Бесплатно хлопчикам и девушинкам провели ультрагуковое доследование счетоподобной залозы. Так само их примал ортопед. В учнях у миновита первого класса выбрали тому, что у этих детей целиком поменялся режим дня, добавилися нагрузки на опор на рухольный аппарат. В Новый год очень важно быть здоровым. Здоровье – это очень важно. Поэтому ребята, которые сегодня пришли в этот медицинский центр, их сегодня обследует врач-ортопед, смогут сделать узище-то ветки, ребята, ну и узнать свои проблемы. Ну пусть проблем у наших ребят не будет, пусть они будут все здоровыми. На жаль, по выниках обследования здоровыми оказались они у все першоклассники. Прикладно, у шверцы детей ортопед выявил отхиление от нормы. На ультрагуковом доследовании сшитоподобной залозой розные ступени патологии были диагностованы у кожного третьего. Усех это да поможет призначить детям своечасовое лечение альбо коррекцию режиму дня, физичных нагрузок и харчевания. Батьки Дарыча с великой удячности одозвались о проведенной акции. Замечательная акция, спасибо большое. Мы очень рады, что у нас все хорошо у ребенка. Для нас подарок к Новому году, так сказать. Это помощь родителям, что имеем возможность прийти и бесплатно пройти данное обследование. Ребенку очень понравилось, детей развлекали, дети получили подарки. Она сказала, что замечательные, добрые врачи. Так что спасибо огромное, проводите и в дальнейшем такие акции. Пакуй же областная организация Белой Руси рыхтуется до инших новогодних мероприемств. Их удельниками станут тысячи хлопчиков и девочинок. Марина Джала, Настасья Кучинская, Василия Сепцов, Телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским лялишным театры пройшел доброчинный новогодний ранешник. Святочный подарунок зарабили для детей инвалидов. Хлопчики и девочинки разом с батьками приехали на елку из разных районов в области. У фойе театра для маленьких гостей разгорнулось очаровное представление про вандроуництво смайликов. Гульни в окол елки проводили каля 30 казочных и мультгероев. Танцы, песни, карагоды, загадки, конкурсы и навод дискотека – программа «Уражевая». Такий подарунок дети запомнить надолго. Хочу слова благодарности выразить кукольному театру за помощь в проведении новогодней елки. Мы постепенно передаем эстафету нашим районным председателям, которые будут на местах проводить новогодние представления. Если дети лежачие, они, естественно, их посещают на дому. Не обошелся ранешник и безголовный герой у новогодних святов – Деда Мороза со снегуркой. Яны урочисто запросили гостей на прогляд театральной премьерной постановки про волка и лесу. Издарение в лесе. Доброчинное футбольное свято пройшло у Гомельским державным автомеханичным колледжи. Его организовали на пяре до дненового года для шмадетных семья у города. Вялизные плюшевые мядьведи, солодкие пачастунки от Деда Мороза, веселый клоун. Волонтерские отрады «Аткрытые сердцы», які дейничая прыгом сельмаши, на каждое значное свято имкнется организовать нечто яркое и цикавое. Все лето волонтеры провели уже каля 30 мероприемствов. На гэтый раз организовать доброчинный футбольный матч допомог Гомельский городский совет депутатов. Уже совсем скоро пройдет большой благотворительный праздник, который состоится в Дворце культуры Открытого акционерного общества «Гомсельмаш». Мы приглашаем всех деток с ограниченными возможностями и их родителям. Приходите, пожалуйста, мы будем очень рады. Шесть дядов морозов и снегурок отбудется в гэтую пятницу у Новобелецким районе Гомеля. Головные новогодние герои пройдут по улице Льеча. Стартуя парада до районного центра культуры у 15-х один. Калякина театра «Мир» же хоров города чекает музыкальное театрализованное представление. Для удельников свято подрыхтовали розные конкурсы и забавы. Коллектив Гомельской с Дюшар номер один рыхтуя подарунок городу. Новогоднее лядовое шоу. Гомельчанам представить спектакль по творах английской письменницы «Памелы Треверс». Проняню чаравницу мэры Попис. Пакульжа трупа самодейного лядового театра активно рыхтуется. За репетициями сочили наши корреспонденты. В опыт постановки детских лядовых спектаклей у Гомельской школы Олимпийского резерва номер один есть. Починаючи с 2004 года, гомельчане убачили в выконании юных фигуристов в шарах постановок. И вот после долгого перепынка у працы новое шоу. До речи, под рыхтовку до спектакля начали за поугодой. Організаторы обязают удивить глядача не только актерской гульной. Зрители ждут много сюрпризов. Спектакль проводится в условиях полной сценической сценографии. Мы заказали специальные декорации. Мы заказали театральный свет. Такого шоу Гомель не видел последние пять лет точно. В спектакле принимают участие, кроме воспитанников детской спортивной школы, лучшие фигуристы страны, члены сборной команды нашей страны, ряд мастеров спорта. И поэтому мастерство будет представлено фигурного катания в полном объеме. У спектакля Мэри Поппинс заденечены 70 человек. А у спортшколи навучается больше за 200 детей. Так что для отбора актеров пришлось и проводить кастинг. Это был настоящий конкурс. Три человека на место, скажем так. И были отобраны самые лучшие дети. Но те, кто не попал, они у нас в накладе не останутся. Они будут у нас выступать в отдельном утреннике. Счастливщики, которые отрапили у лих актеров, затыкаются с новыми выкликами. Репетиции шмат учимодрозниваются от тренировочного процесса. Было сложно, но сейчас со временем втянулись. Есть всякие сложности, но с ними надо практиковаться и стремиться к лучшему. Премьера театрализованного шоу Мэри Поппинс задутится у Гомельским лядовым палаце 26-го Снежня. Еще два представления пройдут с 28-го и 30-го Снежня. Максим Савин, Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко. Телерадоя компания «Гомель». Свет фантазии на шкле. У Центральной городской библиотецы имя Герцена открылась выстава «Витражоу». 23 работы у технице витражного живопису представила Дитячая школа мастацтва у номер 5 города Гомеля. У этой навычальной установе роспис по шкле выкладаются уже 4 годы. Ауторы презентованных работ – в учни 13-14 годов, выпускники школы и их выкладчики. У руках детей шкло и фарбы оживают. Загэтага картины нагадывают – калейдоскоп. Сдается, что их собрали с каляровых осколков. Ауторы частей за все выбирают жанры натюрморта альбо пейзажу. Тому экспозицию наполнили в образы спелых плодов и пышных кветок, посуду с орнаментом и домов с каляровыми фасадами. Это работы наших учеников и наших выпускников. Период – это достаточно длительные, это выпускные работы. Ну и текущие, когда мы просто в четверти рисуем. Также представлены работы наши авторские, мои Юлия Владимировна. Несколько работ авторских, плюс еще работы нескольких детей, которые на конкурсах участвовали, заняли какие-то места. Мы участвуем и в городских конкурсах, и в районных, и в областных, и международных. Это и так само и другие новины. Вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Силовики перекрыли канал ввоза в страну фальшивой валюты. Речь о сумме почти в 20 тысяч долларов. Задержаны двое жителей Минска и Бреста, которые участвовали в доставке фальшивых купюр из Украины. В операции по изобличению преступников участвовали сотрудники МВД и таможенного комитета. На этом фото партия поддела, которые не попали в денежный оборот Беларуси. Несколько недель подозреваемые находились у правоохранителей, что называется, под колпаком. За ними следили, чтобы вывести на чистую воду всю цепочку фальшивомонетчиков. Через месяц после начала разработок преступников задержали, а поддельные банкноты отправили на изучение эксперта. Те установили, что купюры достоинством 100 и 50 долларов США были изготовлены при помощи струйной печати. Всего было изъято около 20 тысяч американских долларов. Поддельные доллары США предназначались для дальнейшего распространения на территории Беларуси и стран Европейского Союза. В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это изготовление, хранение, либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Двое подозреваемых, а это жители города Минска и Бреста, задержаны. Один из них ранее судим за аналогичное преступление. За минувшие сутки сразу три пешехода попали под колеса автомобилей на территории Гомельской области. В Будокошлевском районе жертвой наезда стала пенсионерка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Это произошло на трассе около деревни Дербичи. Водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер» не сразу заметил женщину, которая стала пересекать проезжую часть. В итоге пенсионерка скончалась от полученных телесных повреждений на месте. Фликера на ее одежде не было. А в Гомеле в отделение реанимации доставили 30-летнего мужчину, который попытался перейти дорогу на улице Объездная. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбил водитель автомобиля «Форд Фокус». Также наезд случился на улице Ильича. Там пострадала пенсионерка, которая пыталась перейти улицу во дворе жилого дома. После инцидента она самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью. В данных происшествиях усматривается вина как пешеходов, так и их водителей. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Водители, будьте внимательными на дороге. Выбирайте такую скорость и дистанцию между автомобилями, чтобы избежать столкновения. Пешеходам же необходимо дополнить свою одежду световозвращающими элементами в темное время суток. Необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что водители тебя пропускают, тебя заметили. Пожар, который случился сегодня в Мозере, унес жизнь 42-летнего мужчины. Из его квартиры на втором этаже шел дым. Спасатели смогли вытащить пострадавшего из горящей комнаты и передать его медикам. Но привести мужчину в чувство им так и не удалось. Он скончался в результате отравления дымом и газом. Полностью выгорела кровать, на которой спал погибший. Причина пожара устанавливается. Сотрудники МЧС еще раз напоминают о возможных неприятных последствиях неосторожного обращения с огнем и опасности курения в постели. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси состоялся очередной тур. Зрители, пришедшие на трибуны Гомельского ледового дворца, стали свидетелями не самого зрелищного поединка. Гомель и солигорский шахтер мало бросали, а следовательно и мало забивали. А точнее, шайба была в этот вечер только одна. На четвертой минуте овертайма Карабанов, оказавшись в нужное время в нужном месте, принес победу горнякам 1-0. Параллельно в Жлобине «Металлург» принимал у себя юность. Матч получился намного результативнее Гомельского, однако у местной торсиды также не было повода для радости. Столичная команда забросила четырежды, на что Столивары ответили одним точным броском. Завтра в гости к «Металлургу» наведается шахтер. Юность переезжает в Гомель. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет чемпионата Беларуси по спортивной акробатике. Соревнования проходили в Бресте. Из пяти видов программы воспитанники Гомельской с дюшер номер 4 выиграли три. В мужских групповых упражнениях победу праздновали Савелий Осипов, Алексей Минков, Игорь Колбасов и Матвей Пранкевич. В мужских парных упражнениях золотые награды выиграли Алексей Заяц и Артем Ященко. Серебро также у наших атлетов Максима Маркевича и Олега Михалевича. В парных смешанных упражнениях победителями стали гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник. Второе место у Виктории Охотникова и Ильи Фоменкова из Гомеля. В женских групповых упражнениях лучшими стали минчанки. У гомельчана Кристины Лешовой, Алины Кондюлевой и Анны Кацуба. Серебро. В Минске прошел открытый кубок Республики Беларусь по фехтованию памяти заслуженных спортсменов и тренеров. В числе призеров турнира Александра Воробьева, воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Гомельчанка заняла третье место в состязаниях женщин. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин